МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! В нашей уникальной телеветерине для школьников сегодня продолжение сериала под названием «Старшая серия сезона 2015 года». Старшая серия – это вот такие немножко испуганные, я не понимаю, правда, почему испуганные, ученики 10-11 классов, которые борются за выход в финал. Это третья отборочная игра, а всего их 5. Ну, в нашей игре все вертится вокруг цифры 5. Эрудит пятерка все-таки, 5 игроков в команде, 5 вопросов в туре, 5 туров в игре, ну и, естественно, 5 отборочных игр. У нас уже есть два претендента на финал, посмотрим, сумеет ли кто-нибудь вторгнуться в эту сладкую парочку. Итак, внимание, капитаны, я напоминаю, что вам нужно, во-первых, выиграть у соперника, а во-вторых, набрать как можно больше очков, желательно больше 200. Слева от меня в синих шарфах и справа от меня в красных шарфах находятся игроки соперничающих команд Гомельского городского лицея номер 1. Это не потому, что мы решили сделать какое-то лицейское дерби, просто потому, что уж больно бьет ключом в этом лицее интеллектуальная жизнь, чему причиной отчасти, да не отчасти, а по полной программе, Зоя Васильевна Пашкова, которая работает с этими юными интеллектуалами. Итак, внимание, начинаем мы с команды Артема, которая в синих шарфах. Артем, у нас блеф-игра, Донетка, я знаю, правила вы выучили. Кто идет у вас на блеф-игру, кто у вас с наиболее мощной интуицией? Отвечаясь, идет Александра. Александра, Саша, подождите. Дмитрий Шейм, командир красных, я бы сказал. Кто у вас главный интуист? Пойдет Кейл. Хорошо, итак, вперед! Итак, нужно всего-навсего выиграть кнопку и ответить да или нет на мое утверждение, на мою какую-то информацию, которая может быть истинной, а может быть и ложной. Внимание. Верите ли вы, что мирский замок в списке наследия ЮНЕСКО уже более 20 лет? Кирилл? А? Да. Да нет, только с 2000 года, еще нет и 15, собственно. Играем. Не сумели бы 5 очков заработать. Верите ли вы, что Емельян Пугачев осаждался своим войском город Оренбург? Кирилл? Да. Да, вот это был такой факт, до Москвы, правда, не дошел, но Оренбург осаждался за все-все. Верите ли вы, что китаянкам в сельской местности, увы, 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 за этим очень строго следит наш электронный судья, у вас фальстарт, мы играем только с Кириллом. Верите ли вы, что китаянкам в сельской местности запрещено брюки носить? Думаю, что нет. Да, это там повседневная одежда, и вы правы, плюс 5 очков. Верите ли вы, что черепахи откладывают яйца? Да. Да, это правильный ответ, они яйца кладущие. Верите ли вы, что полярная звезда находится в большой медведице? Да. Нет, она в малой медведице, на самом кончике ковша. Итак, после блеф игры, вот удивительная интуиция у молодого человека больше, чем у девушки. Саждай бог, чтобы она вас не подвела в отношениях вот с такими вот, которые 15-0 и уходят. У нас следующий бой. Проверили свои силы, 15-0 лидирует команда Дмитрия Шеме, красные. Дуэль игра, прослушайте темы боев. Ну, раз у нас лицеисты, первая тема лицеи. Второй бой, великие ученые, несомненно, вы станете ими. Третий бой, точные науки. Четвертый бой, 12 месяцев. И пятый бой, опять-таки, о вас мы знаем все. Пять секунд у вас, чтобы решить, кто какую тему на себя сможет взять. Время истекло. Я обращаюсь к Артему. Артем Теребенников, кто знает все о лицеях? Знает все о лицеях Марии. Маша, готовьтесь. Дмитрий, кто у вас? Да, я. Итак, Мария против Дарьи, вперед! Поехали! Первый лицей, ликей в роще близ Афин, основал именно он. Да? Аристотель. Это правильный ответ, плюс пятечку. Как отмечает словарь Даля, лицей, в отличие от университета, на них не разделяется. Да. Курсы? Курсы, нет, к сожалению, вы не правы. Есть шанс у вашей соперницы? На семестры. На факультеты лицея, это такое единое заведение. Заведение. Играем. В честь этого императора был назван царско-сельский лицей. Ну, тиши, 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 ну хоть что-нибудь. Российский император, начало 19 века. Александровский лицей в честь Александра I. Играем. Ришельевский лицей находился в этом южном городе Российской империи. Ришелье, Дюк, ну что же у нас там? Какой же город у нас основал Дюк Ришелье, памятник которому на Приморском бульваре? Одесса, это все, это все Одесса. И заканчиваем. Лицей во Франции появились в 1802 году по его именному указу. Кто же у нас правил во Франции в 1802 году-то? Прошу. Наполеон. Вы правы. 25-0. Без комментариев. Следующий бой. Так, Артем, великий ученый, мне нужен великий человек, который может хотя бы сравнять счет. Отвечай сюда я. Вот хорошо, скромный и со вкусом великий игрок Артем. А Дмитрий, кто у вас? Пойдет кейл. Итак, Артем против Кирилла. Вперед. Артем! Хорошо. Я напоминаю Кириллу, что это его последний выход. У нас более двух раз к игровой стойке не становится вроде пятерки. Попробуем. Великие ученые. После окончания политехникума он голодал и подумывал, а не пойти ли со скрипочкой по улицам, зарабатывая себе на хлеб? Да. Менделеев? Да нет, со скрипочкой у Менделеева было туго. Артем? Альберт Эйнштейн? Конечно! А потом хорошие знакомые устроили его на работу и вот так у нас появилась теория относительности. А не устроили бы и все, был бы великий уличный скрипач. Вот как судьба поворачивается. Играем. Этот ученый издал первый в России учебник физики, в переводе, правда, с немецкого языка. В фальстарт у вас за этим очень строго Артем следит наш электронный судья. Кирилл, у вас есть шанс? Пять, четыре, три, две, одна. Понятно. А это Михаил Васильевич Ломоносов. Играем. Этот великий ученый был и великим педагогом, за что его благодарил сам Александр Македонский. Аристотель? Аристотель, конечно! Именно он был воспитателем Александра Македонского, почему тот и говорил. Родителям я благодарен за то, что я живу, а Аристотелю я благодарен за то, что я живу как человек. Благодарный был ученик. Играем. Эту спираль открыли Крик и Уотсон. Да. ДНК. За что и получили Нобелевскую премию, да. На этой спирали записана вся наша наследственность, не только наша. А этого великого ученого мы знаем в основном благодаря его коту. Был такой физический парадокс. Да-да-да-да. Не Артем, не Кирилл. Кот Шрёдингер. Если кот в ящике, то неизвестно, жив этот кот или мертв этот кот. 15-25. Браво! Браво, Артем! Точные науки. Ну, только с вами об этом и говорить. Потому что точные науки – это конёк учащихся первого городского лицея. Артём, кто наиболее точен в науках у вас? Александра. Александра. Это её второй выход, насколько я понимаю. Дмитрий, у вас? Максим. Вперёд! Александра против Максима. Евклид своими началами положил начало этой науки. У вас фальстарт, Максим. Очень строго за этим следит наш электронный судья. Да. Математики. Понятно. На самом деле, Евклид – это геометрия. Играем. Из средневековой её, как сейчас утверждают лженауки, выросла вся современная химия. Так, Максим? Может, астрология? Астрология? Лихо. А, прошу вас. Алхимия. Это правильный ответ, браво! Это раздел физики, изучающий превращение теплоты и других форм энергии. Да. Термодинамика. Это правильный ответ. Раздел математики, который изучает закономерности случайных явлений, называется теория. Теория вероятности? Да, конечно! И заканчиваем. По одной из версий, Стоунхэндж, в Англии знаете такое, использовался именно для таких наблюдений. Фальстарт у вас, Максим? Астрономических. Это правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ 35-25. Положение выравнивается. У нас следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья в учебе, соперники нашей «Родипятерки», что ничуть не мешает их дружбе. Тема «12 месяцев». Кто знает календарь настолько хорошо, чтобы блеснуть здесь? Артем? Кирилл. Понятно. А у вас, Берри? Пойдет Оля. Вперед, ребята! Да. Кирилл против Ольги. «12 месяцев». Я рассказываю вам событие или дату, а вы называете, в каком месяце все это происходит. Именно в этом месяце отмечают «День защиты детей». Ольга. Июнь. 1 июня, да. АПЛОДИСМЕНТЫ А в этом месяце все европейцы празднуют «День дурака». Кирилл. Апрель. Да, 1 апреля. В этом месяце, как почему-то все считают, происходят брачные игры у «Фелис Доместика». Фальстарт у вас, Ольга. У вас есть шанс, Кирилл. Март. Да, «Фелис Доместика» – это кошки домашние. Хотя у них тут на месяце ничего не завязано. Как владелец ни одной, ни двух, ни пяти кошек, я это прекрасно знаю. В этом месяце открылся царско-сельский лицей знаменитый. ОП. Август. Да нет, что вы. Ольга, у вас есть шанс? Сентябрь. Вот там немножко проволынили с открытием. И Пушкин писал каждый год на годовщине лицея 19 октября. Это октябрь. Играем. В этом месяце наши предки сто лет назад праздновали Рождество. Да. Ноябрь. Ноябрь. О, Господи, кто были ваши предки, Кирилл? Ольга, кто? Январь. Январь. Ребят, сто лет назад, 1914 год, до перехода на новый календарь, праздновали 25 декабря, как и все. Счет 35-40, совсем ничтожный разрыв. Следующий бой. Мы знаем все. Немножко нескромно, но я думаю, это могут сказать о себе очень многие учащиеся первого городского лицея. А конкретно, Артем? Екатерина. Отлично. А у вас, Дмитрий? Пойду я. Отлично. Екатерина против Дмитрия. Вперед. Мы знаем все. Эта война началась с подброшенного богам золотого яблока. Дмитрий? Троянская. Великолепно. На яблоке было написано «прекраснейший», и богини никак не могли поделить. Ну, чисто женская провокация. После декабря 1991 года, увы, мы уже никогда не сможем побывать в этой стране. Дмитрий? Советский Союз. Или Союз Советских Социалистических Республик. Да. В Арктике этот прибор ненадежен. Отклонение до 25 градусов. Что? Да. Термометр? Нет, не совсем. Дмитрий? Может, Астролябия? Астролябия. Дело в том, что в Арктике там магнитные полюсы, магнитные бури, вот компас магнитный очень там ненадежен. Играем. Несмотря на нежное имя, на поверхности этой планеты ад. Давление до 100 атмосфер, температура до 500 градусов. Да. Венера? Блеск. И заканчиваем бой. Такая сила равняется 736 ватт. Тока. Понятно. Ой, ток уже ватт их у нас измеряют. Прошу вас сказать. Лошадиная. Лошадиная сила, браво! 45,50. По-прежнему разрыв 5 очков. Посмотрим, что покажет наша тест-игра. Итак, тест-игра наше фирменное, скоростное, централизованное тестирование. Нужно не только правильно указать вариант ответа, который предлагается, но и при этом выиграть кнопку. Не знаю, пригодится ли вам это на CT, но умение быстро думать, быстро соображать и быстро решать, я думаю, пригодится не только там и вообще в жизни. Итак, тема тест-игры сегодняшней символика. Артем, кто знает символы? Кирилл. Кирилл, верю. А Дмитрий у вас? Оля. Итак, Кирилл против Ольги, вперед! Итак, поехали. Вот символ твой, забытый край уродный. Писал про жмию на сене. А. Янка Купала. Б. Якуб Колос. Ц. Максим Богданович. Да. Максим Богданович? Да, вы заработали 10 очков. В слове о полку Игореве символ тоскующей женщины это А. Лебедь, Б. Ласточка, Ц. Кукушка. Да. Кукушка. Вы правы, плюс еще 10 очков. Полечу зигзицею по Дунаю, плакала Ярославная Зигзица. Это, естественно, кукушка. В средние века единорог – это символ А. Невинности, Б. Неудержимости и Ц. Неуловимости. Да. Неуловимости. Ольга, вы не правы. К сожалению, на подборе 5 очков может заработать Кирилл. Неудержимости. Единорога может укротить только невинная девушка. Вот была такая легенда, было такое поверье. Играем. Косой, Х-образный крест – это символ святого А. Андрея, Б. Бенедикта, Ц. Владимира. Да. Бенедикта. Мимо, Ольга. Кирилл. Андрея. Андреевский крест. Плюс 5 очков на подборе. Символ передачи «Что, где, когда» – это А. Сова, Б. Филин, Ц. Неясыть. Да. Филин. Абсолютно точно, Оля. Именно Филина показывают заставки этой великолепной передачи. Но, тем не менее, Кирилл вывел команду вперед. 75-60. Теперь догоняет команда «Красный». Следующий бой. Итак, городской лицей. Синие против красных. Артем Серебренько против Дмитрия Шеймы. Слайд-игра. Картинки. Я не буду рассказывать правила. Все вы их великолепно знаете. Артем, кто готов? Екатерина. Хорошо. Катя. А Дмитрий у вас? Пойду я. Итак, Катя против Дмитрия. Вперед! Итак, выигрывающая сторона у нас сейчас синяя. Команда Артема Серебренького. Мы с них и начнем. Екатерина, первый слайд для вас. Играем. Тишина. Рабовая тишина. В студии? Арбат. Арбат. Нет, не совсем. Это скорее рядом с нескучным садом. Дима. Академия наук. Это российская Академия наук. Браво! Браво! Плюс 10 очков на подборе берет Дмитрий. Дмитрий, играем с вами. Прошу. Как-то... Как это? Счет? Три. Бенедикт, пусть будет. Бенедикт! Нет, Катя! Не помню. Катя! Катя, неужели вы не знаете? Это... Ну, я понимаю, что Остапа Бендера, великого комбинатора, вы можете не знать, но робот Бендер из Футурамы должен быть вам близок. Понятно. Катя, играем с вами. Венерин, башмачок. Великолепный ответ. Умница. Прошу, Дмитрий. Гриф. Гриф. Есть такая аппетита. Прекрасно. По 15 очков сейчас принесли в копилку команд Катя и Дима. Катя, играем с вами. Что перед вами? Тишина. Тишина. Неужели? Дерево. Дерево. Да нет, Дмитрий. Дуга. Уважаемые господа, дети. Дети интернетной эпохи. Вы никогда не видели демотиваторов? Это демотиватор. Играем дальше. Дима. Яралаш. Отлично. Катя, играем с вами. Тише, 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 тише. Желоб. Желоб. Нет, Дима. Жалейка, может. Жалейка. Это дружка-жалейка. Прекрасно. Дима, и ваш шанс. Забава. Да, и девушка-забава из Мухи и мороженая-забава. Катя, благодарю вас. Можно назвать эту колокольню двумя словами. Известная московская колокольня. Дайте ей имя. В Кремле. Две. Исаакиевский сапар. Молодец, что не молчишь. Дима. Пусть будет Игоря какого-нибудь. С первозванного. Иван Великий называется это колокольня. Вот теперь вы это знаете. И заканчивая. Дмитрий, прошу вас. Это замечательный город. Можно назвать любой из его имен. Пусть будет Калининград. Или Кёнигсберг, да. 90-145. Хороший задел перед Риск-игрой. Риск-игра. Итак, Риск-игра. Единственная игра в нашей эрони пятерке, где есть штрафные очки. Правильно это. Плюс 20, неправильный минус 20. Артем, кто у вас самый мощный игрок и не боится штрафа? Я. Хорошо. У вас бери. Пойдет Максим. Итак, Артем против Максима. Вперед. Итак, внимание. Темы Риск-игры повторяют темы игры дуэльной. Так что начинаем мы с лицеев. Словарь далее указывает, что лицей иногда выше по статусу этих учебных заведений. Максим. Гимназий. Увы, иногда, не иногда, а всегда он выше гимназии. Минус 20 очков. А Артем будет жать? Университетов. Великолепный ответ. И все сразу из минус 110-125. Играем. Великие ученые. В честь этого советского психолога назван педагогический колледж в Гомеле. Да. Выгоцкий. Лев Выгоцкий. 130-125. Теперь уже Максим должен догонять точные науки. Эту дисциплину, подарившую нам цифровую революцию, в советских школах стали изучать с 1985 года. Да. Информатика. Браво. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Апрель. 12 апреля совпадает праздник. Играем. И решающий вопрос. Мы знаем все. Третья – Канчинджанга. Вторая – Чугури. А первая? И Максим выжидает, Артем думает. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Третья – по высоте гора Канчинджанга. Вторая – Чугури. Первая – Джамалунгмаса, Гарматка или Эверест. 100-5, 130. И так победил первый городской лицей. Его одна из составляющих – красная команда Дмитрия Шеймы. АПЛОДИСМЕНТЫ Не знаю, будут ли они в финале. Очков у них всего 145. Мы вносим все равно результат в память нашего компьютера. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Еще две отборочные игры. Кто в них примет участие? Как будет развиваться интрига? Ну, зачем вам? Все это открывать. Просто-напросто ищите нас в программе, включайте нас, смотрите нас. И помните, смотрим «Эрудит пятерку» – получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин